Вторая песня-то забавная. Вот когда прошло с большим успехом по радио спектакль «Дети Капитаны Гранта», я эту историю рассказывал много раз, то следующий спектакль по радио должен был быть в советские времена «Черная стрела» по Романову, Роберта Львиса Стивенса, «Черная стрела», там, если помните, гениальное произведение «Война на Белорусе», там, 16-е, что ли, Англия, туда-сюда. Я писал народную песню, начинал «Черная стрела», и все стали близко. Но я принялся, такой был Ленинградский обгенит или фильм «Экран». Нет, да, «Экран» принялся, а они почему-то это все делали. Они говорят, ну вот вы через искание позвоните, послушаем там. Я им позвонил, а вы знаете, что приходится играть свою песню. Мы ее не слушали, у нас не были, и вообще мы вас не хотим, до свидания. Я говорю, что случилось? Ну, понимаете, все-таки есть какой-то предел, все-таки вольнодумство и безидейщие. Вот смотрите, что вы написали? Как же я написал народную песню «Крестьян» 16-го века. «Англия война, на Белорусе», вот, про короля, Георгий Крещенского. Ладно, ладно, мы не дурачки, сидим. Мы, конечно, понимаем, что это, если Ленинградский Брежнев уже стар, годами, и может не всегда правильно говорить или что-то еще, нельзя же так откровенно от этим издеваться. Я говорю, как прет Ленинградский Брежнев. Вообще никого даже в мыслях, ладно, ладно, и тебе забирайте, до свидания. Я ушел, не солны, хлебавчик. Прошло, где-то так, 20. Мне звонят уже с радио и говорят, знаете, вы сейчас возобновили радиопостановку «Черная Стреланта». Все говорят им, как замечательные песни, написавшие те времена, вот несите ее нам обратно. Я говорю, как, ну она по-единим соображениям, Ангела Бракова. Он говорит, ну что вы сейчас, свобода, демократия, все хорошо, уже это после августа, у нас первого года, все вот. Да, значит, я приношу. Он говорит, вы ее оставьте, мы послушаем. Я им звоню, человек. Он говорит, знаете что, так договоримся, мы вас не знаем. Мы эту песню не слушаем. Вот забирайте, подопрут по здоровью. Говорит, что случилось? Ну мало того, чтобы издевать, но говорит, что Борис Николаевич Ельцин уже не очень здоровый человек. Но нельзя же не тратить кровью, не издеваться. Мало бы вас какую-то Причиняевскую войну сказали, они про выборы в Думу несправедливы. Я говорю, какие выборы в Думу? Это Англия в 16, знаю, что вы говорите, в общем, выберли меня. Так эта песня никуда и не попала. В результате так. Война на Белой Розе. Я сняжуя в 16-м, еще откуда я стану, товарища на Тюдоров, да, в Англии. Есть англорица? Ага, хуй. Окрестный сив в пожаре, был он за окном. Король наш, старый Гарри, подвинулся в угол. Ленивых, опаленных зерна не соберешь. Летят отряды конных, вытапнули рожь. К чему страдать, трудиться, все пущено на слон. Не дай бог родиться, при гене и жесток. Не дай бог родиться, при гене и жесток. Чем там толка без знака, за что ведется ток? Кто править будет, нами, Ланкастер и Лью-Йорк? Какого нам, бельбожи, не прочат короля? Для нас одно и то же, и воля, и петля. Мелод наш веселиться, да, молопроку в том. Не дай бог родиться, при гене и жесток. Не дай бог родиться, при гене и жесток. А всюду запах гален, покинутый домах. А воль наш старик, горей, совсем сошел с ума. Даст тебе создатель, дожить до старых лет. Бросай соку, приятель, бери за полет. Стрелина летит, как птица, в артурлязкий снов. Не дай бог родиться, при гене и жесток. Не дай бог родиться, при гене и жесток. АПЛОДИСМЕНТЫ